Сергей Георгиевич, мы все, кто считает себя вашими единомышленниками, кто читал наши книги и согласен с вашими подходами, мы пропускаем через себя очень большой информационный поток, который генерируют авторы, которых мы уважаем, читаем, ну, скажем, условно, их можно назвать патриотическим кругом. Ну, скажем, те, кто читает вас, те, безусловно, уважают Игоря Пыхалова, скажем, из экономистов Катасонова, Валентиновича и так далее. Но вот меня, например, смущает, что вот из этого потока как-то годы идут, а не откладывается ничего конкретного в виде каких-то конкретных изменений в жизни. либо дело не идет к созданию какой-то структуры, которая была бы способна эти изменения претворить в жизни. То есть вся практическая деятельность, она, по сути дела, сводится к генерации или структуризации того самого информационного потока. То есть вы как ЖЖ вели, так и ведете, как форум был, так он и есть. Газета.ру выходила и выходит, группа ВКонтакте ваших единомышленников тоже и несколько лет. Но вы так скептически относитесь к многим попыткам обсуждения практической деятельности. Говорите, что любая практическая деятельность требует ресурсов в первую очередь, даже чтобы какое-то маленькое мыслительное КБ, как вы это называете, создать. Но все равно нужны организационные финансовые ресурсы и так далее. И вот такой вопрос. Может быть, имело бы смысл подумать или какую-то инициативу выдвинуть по какому-то хозяйственному объединению, то есть чтобы начать строить практически вот эти низовые структуры такой повседневности. Взять землю, создать ферму, каким-то строительством заняться и так далее. И на тех самых солидарных началах, то есть начать эту самую жизнь строить. Эта идея тоже звучала, и мы тоже так скептически о ней это звались. Вы сказали, что система задавит такие попытки. Но я хотел бы все-таки вернуться к этой теме. Может быть, какие-то есть условия, когда это возможно осуществить? Есть примеры и в истории, и на Западе, и у нас, когда такие структуры были дееспособлены? Ну, я таких не видел дееспособных. Таких вот коммун. Ну, не о коммунах речь, а все-таки кооперация, скорее. Это не уход от жизни, это все-таки объединение без противопоставления себе среде. Это не добровольная сегрегация. Я считаю, что все-таки это идет со мной. И идет подспудно. Потому что любой предприниматель, например, вот он каким-то способом это делает, то, о чем вы говорите. Но если это он начинает, как говорится, размахивать и этим, и делать очевидным, тогда его задавят. Он не может. Более того, ведь он же должен быть в свою продуктивную деятельность, от которой он что-то может дать. На социалку, так сказать. Да, на поддержание вот этого потенциала, который у нас небольшой, но требует, да. То вот это он может делать только если это скрытно. Другое дело, что когда их будет много, вот если сказать, что им приходится опереться на вот эту, на созидательную, что ли, часть, тогда они могут это в какой-то степени организовать или институциализировать, то есть их какие-то ассоциации, да, там тоже будет, я думаю, полулегальное. Но это вот, это есть, это может быть, и я думаю, что это будет, и этому надо помогать будет только. Но я говорил, что я это видео вот в Испании, когда создали огромный, там, миллион малых предприятий промышленных, не торговых, да. И они в основном там были связаны с двумя профсоюзами. Вот это, это малые предприятия в массе своей были как-то связаны с хозяевами, хозяева были связаны с профсоюзом рабочей комиссии, это те самые коммунисты, да, и другие, социалистическая рабочая партия, это стал демократы их, ну, более, более такие ближе к коммунистам, чем, скажем, другая в Европе. Так вот, вот эти, сам уклад этих предприятий был изначально создан как маленькая, не коммуна, но маленький колхоз, маленький в промышленности. Это были там друзья, родственники, всякие родственники друзей и прочее, в основном так, и внутри это было, хозяин был вот таких идеалов. И вот они, эти предприятия, они в конце концов соединились вот такой сетевой коммуникацией, в общем-то, в половину вот этой экономики. Вторая половина, да, не было, потому что были разные предприятия, но вот они эти, во-первых, они покупали и продавали прилично своим. Второе, у них, они вышибали деньги разным способом, когда надо что-то, какое-то мероприятие. Например, вот я приехал, учащая в СССР, вот лекции там, посылают меня с лекциями на эти, на Канарские острова. Да, я приехал, там созвонились даже с незнакомыми, я приезжаю, там меня принимают, там все это, деньги из университетов, где-то университеты тоже были, в общем-то, близкие, но в основном социалисты в университетах. Но они были связаны, и то есть, и эти самые тоже предприятия как-то, в общем, это было... Вот так они прожили, между прочим, вообще-то, 40 лет при Франко. И когда вот я ходил и по делам, и просто по знакомству на этих предприятиях. Ну, потом у меня дочь там стала делать диплом по этим малым предприятиям, потом даже диссертацию, и я с ней тоже ездил. И пока она не освоила как следует язык, я тоже ездил. И вот этот вот уклад, понимаете, он, это, это наш советский, вот советское маленькое предприятие. Причем оно было не формализовано сильно, а через вот это... Сергей Ильич, ну, это мы подходим к той же самой проблеме, что мы не можем объединиться, мы не можем... Мы не можем через государство их... А я, так нет, я шел, во-первых, у нас немного людей, которые вообще отвергают вот этот вот уклад, такой солидарный. Ну, то есть большинство приемлет такое? В общем, тогда можем прогнозировать, что у нас ситуация будет все более жестче заставлять вот поднимать или держать в условиях кризиса хотя бы какую-то минимальную, так сказать, экономику, когда предприниматели вот это поймут, ну, то есть так заставят их, не то, что они поймут, а они и сейчас понимают, что хорошо бы это было. Ну, это... Ну, то есть вы считаете все равно это вокруг бизнеса, вокруг предпринимателей, скажем, с нуля какое-то вот коллективное такое невозможность? Ну, я думаю, что таких людей у нас не найдете. Вот почему, опять же, опыт, опыт... И хозяйственников вы имеете? Да. Вот опыт... Вот я был в Казани, там татарские эти предприниматели молодые, все с высшего образования, но... И вот мы долго там говорили, говорили... У них была... Как у вас вопрос? Вот о чем меня, так сказать, привезли? Вопрос вот так. Что можно взять из советских устоев? Каких, ну, всяких, да? Чтобы... Чтобы... Вот в этой системе, не ломая ее, не выходя там до революции, да? Как вот в наших предприятиях можно это использовать? Я сделал там... На час, предположим, вот, как я считал. Ну, я им это тоже... Происпанию... И они мне стали рассказывать то, что они делают. И это то же самое. Вот опыт. Ну, тогда стало так, как конъюнтура... Подсолнечное масло. Значит, выращивать подсолнечник и масло делать. Завод. Они там деньги собирали, завод ставили. Теперь надо подсолнечник. Вот мы приезжаем в деревню. Все, музыки хорошие вот эти наши. Страдают без колокола, все. Мы им говорим, давайте, мы вам поможем. Делайте вот эту такую артель. Вот земля-то есть, да? Не могут организоваться. Но не хотят или не могут? Нет, не могут. Вот, нет, нет, нет. Мы, я не знаю, да. Ну, если кто-то там... Вот. В смысле, сами не могут? Сами не могут. Ну, нужен какой-то внешний организатор. Да, ну, какой? Ну, они тоже не могут, как вот пришел из университета предприниматель, да, и сделает. И вот они, это они сами такое попробовали. Они в этом городе, где они, это небольшие города, да, находят людей из этой деревни, которые переехали в город и работали там на заводе. А теперь там у них кризис, да, вот стоит, да, все. И они говорят, вот давайте в эту вашу деревню, вот автобус будет, ну, ездите на рафике, там, это самое, да, человек 10. А вы там соберите и сделайте вот это, вот землю всему выкупим, да, а вы давайте там подсолнечник. И это, говорит, все, они, они туда едут, нормальные, простые, бывшие рабочие, ну, может, инженер какой-то, да, им тут делать уже нечего. Они с удовольствием туда едут, там они в избах с ними ля-ля-ля-ля, перетрут все, и все, говорит, нормально. Вот, даже не надо там называть как-то, как-то там, пусть а-о, вот, но они вот это, деревня уже оживает и создает. А мы, говорит, нет, так я думаю, что у нас и коллективизация в значительной степени смогли сделать только потому, что рабочие, которые были из крестьян, приезжали обратно в деревню, но это, это процесс шел и раньше, к тому же, во время гражданской войны много из города в деревню. То есть деревенский человек, который в то же время вот получил опыт, опыт, знания, да, и логику городской промышленной культуры. Такой симбиоз очень, но я-то думаю, что можно найти и еще вот такие контингенты, которые мы могли, ну, например, военные. Вот почему вообще вот эти совместные предприятия иностранцы все искали обязательно военного. Системное мышление иностранцы все искали. Да, ну, у нас с людьми, вот так, а сейчас то есть, чем они вот, они этими охранниками работают, да, ведь пока что вот эти даже предприниматели, они пока что удовлетворяют тем, что есть, и никто их не дает. Вот если бы было действительно, да или как, у нас меньше ста процентов не хотят прибыли. А в Европе-то, да что там Европа, Белоруссия, там все эти самые предприниматели, у них, у них, этот, порог, 12 процентов прибыли. Все, остальное они по разным способам должны или государству, или предприятию. Многие это бывшие директора. Другие инженеры. Вот меня туда тоже возили на лекции. Белоруссия. Ну, Белоруссия, это большое предприятие, большое, можно сказать, огромное. И они тут уже, это самое, они строят бензоколонки. Они и дизайн, у них и художники, все, и вся технология современная. И у них этот, вот там большой завод, ну и много еще мелких. Вот я на этом заводе ходил, все, они это мои книги читают, поэт, к чему они меня. Вот эти молодые инженеры, они здесь хозяева. У них всех рабочих привозят на автобусе, в разных точках Минска, да, собираются они. И в автобусе есть телевизор, где сразу все главные новости дня показывают. В связи с предприятием или вообще? Предприятие группа собирает всякие. Нет, в автобусе, по телевизору новости, связанные с предприятием? Нет, вообще, вообще. Мировые и по Белоруссии там, да. Но они не официальные даже, а они подборки. Ага. Они воспитывают. Подборки новостей? Да. Подбирают то, что, конечно, согласно идеологии предприятия. Как политинформация. Ну, он скажет, да. Но они берут, конечно, не успевают сами, а вот, да. Около завода стадион, на котором они там и баскетбол, и деннис, там много чего, и бассейн, и хорошая зарплата. Ну, то есть нормальное советское предприятие. Да. Ну, даже немножечко веселее. Потому что молодые, да. Там старики тоже есть, да, но они бурчат. Так вот, они, в общем-то, они, это самое, очень процветали, будучи частными этими самыми хозяевами. Но они изначально, вот, они это, их у вас, их все любили, вообще-то. И любили там старих, старых директоров, который стал хозяином. У него, вот, когда в армию самый набор, там все вывесли, и фотографии этих детей, и все, и там, какие-то проводы, и какой-то банкет, да, в армию там. Потом это, ну, конечно, ну, какие советские были такие вот, да. И все спокойные. И он говорит вот этому, в армию. И говорит, что мне 12% достаться, вот так вот. Ну, главное, что я спокойно, я по всему городу, меня все уважают, никаких, никто не плюнет. Ну, все, говорит, вот, большинство вот этих предпринимателей, они довольны такому. Так вот, у нас еще нет, еще, так сказать, столкновений и искр особо, да. Как только они появятся, вот, они должны будут сдвигаться в эту сторону. Ну, Сергей Игоревич, все-таки это понятно и очень интересно. Ну, вот, что делать, вот, городским людям, у которых христиане остались за два-три поколения, вот, люди офисных профессий, грубо говоря? Ну, еще один самый аргумент. Ну, конечно. Я думаю, что вот это первый захват и наслаждение какими-то вот деньгами и возможностями, да, это проходит. Это тоже психоз был. А вот следующие, вот их дети, да, они будут более, если им дать, ну, грубо говоря, вот литературу, да, но только не такую, не призывную, а вот объяснение. Свободнее. Да. В чем, что важно, вот в такой параметре надо учесть, что американская система, штаты, да, она ведь сдвигается к социализму. Вот это, это не видно за этими вот, за олигархами, там, за спекулянтами. А вот то, что Катасонов, у него такая статья была, я прочитал, но он ее, но мы интерпретируем по-разному. Что ФРС, то есть, ну, Центробанк, да, он дает деньги под ноль процентов, а во многих отрасли, прямо в отрасли, дает отрицательные проценты. Ну, где в Японии, конечно. Да. А что это такое? Это то, что делал, то, на чем была советская экономика. То есть государство перераспределяет и финансирует создание основные фонды и создание производства, так? Ну, и это частично идет и на обучение, например, вот в этих деньгах там. Более того, там даже в контрактах государства есть такой раздел, называется сумма на доверие. То есть, не надо за нее отчитываться. Ну, это обычно пять, там, шесть процентов. Вот контракт большой, там, на миллиард, да, это деньги за то, чтобы они могли, вот предприятие могло как-то помогать иногда. Ну, вот, это то, что у нас называлось в правкоме, да, в орден директора, да, в котором можно безвозмездно суду учить. Вот эти деньги. И финансирование производства. В общем-то, в исламском банках тоже такое, так? То есть, это что значит, что вот тот капитализм, который у нас вот с дугу, так сказать, в 90-е годы насадили, он, это вот как ас-архаика. Гораздо лучше для предприятия будет, если будут сдвигаться к этой системе. Сергей Игорьевич, ну, вы говорите опять об отношении государства и предпринимателей. Я все-таки пытаюсь вот на наш низовой уровень. Ну, надо, ну, тогда предложите, давайте список способов добывать какие-то вот эти вот деньги на доверие, хотя бы небольшие. Ведь это же очень трудно. Нет, но есть простая идея. Допустим, мы все тратим деньги на продукты в огромных количествах, потому что цены большие. Вот это ресурс, если соберется определенная критическая масса людей, которые эти деньги перенаправят на свою собственную, ну, ферму там, я не знаю, и будут… Ну, совмещать работы трудно. Ну, они, если это будет достаточно большое сообщество, оно выделит в свои среды те, кто будет работать на этой ферме и кормить вот все это. Но только мы будем не в Ашан и в Ленту относить эти деньги, а вот сюда. Это большие деньги, это же каждый месяц. Нет, ну, это во многих странах через деньги эти локальные и кооперативы. Но я об этом говорю. Я об этом говорю. Ну, это есть, но это не… Ну, это хорошо-то, но ведь… Вечером приходят два пацана реальных. И говорят, музыки, как хорошая у вас эта флэнстера. Ну, надо, мы вас будем охранять. Ну, там, 30% нам. Ну, это в 90-х осталось. Да? Мне кажется… А я думаю, он сразу появится, как только… Придут люди с корочками, с бумажками, не вот такие вот… Тогда им 25 какие-то. Им 200%. Нет. Это ведь вопрос тоже, опять-таки, масштаба. Оно дело, что если это какое-то ООО и какая-то явная коммерческая структура… Нет. И их… Охранять может только государство. Что может? Вот может охранить такие вот эти сгустки, сейчас и далее, только государство. Значит… Или они должны сами стать бандитами. Это тоже бывает. Ну, тогда, начиная с муниципального уровня, в эти вот кооперативные структуры нужно… Ну, так вы… Ведь государство от этого отказывается, пока что они занимаются как раз рейдерством. Там, юристы, милиция, полиция… Ну, как правило, да. И вот я в Испании спрашивал, почему у вас вот это… Вот мало предприятий… Хожу по ним… Почему у вас не самые… Не стригут? Не стригут. Ну, они говорят, у них там два было… Два было объяснения, но во второе я не поверил. Ну, первое, что… Что государство нас, собственно, создало… Да? Вот… И оно… Видишь… Смотрит. Ну, и чтобы мы не… И чтобы мы не… Само тут не… Не воровали там, не мухлевали. И чтобы никто не… Нас не… Не стриг. То есть это есть. Конечно, есть там какие-то случаи, но… Они говорят, что нет. Нету… И нету… Этой самой коррупции, когда… Оформляют вот это вот… Ну, потому что государство вообще-то… Считает это своим на треть, потому что треть денег дало государство. Прямо на каждое предприятие. А второе треть – это кредит специального банка под гарантией государства. То есть, если ты там провалился, да, то покрываешь сам государство. Вот, это первое. А второе… И многие говорили как раз… А второе… А второе… Что у нас просто наши эти… Эти… Стана ленивые очень. Ахаха… Где стригут… Это… По избаску… Эта… Это самая… Стана Басков. Там предприниматели… У них собирают революционный налог. Вот так. Это… Это полукриминальное, полуполитическое. Так вот, там ребята, значит, собирают и ничего не поделаешь, платят. Но, видимо, не такие большие, как у нас. Но есть, которые отказываются. Это вот у меня вот этот он, он врач. — Откажутся платить или... — Откажутся платить. Потому что он вот этих партизан еще лечил, а он такой известный очень за врач. И я, говорит, мне дали эту самую писюльку, а вы, пацаны, пошли. Вот. Вот такая ситуация. Но сейчас у нас, по-моему, еще не пройдет. — Ну, Сергей Георгиевич, ну, получается, что это непреодолимое препятствие, которое мы... — Нет, почему? Ну, со временем он... Со временем. Вот, во-первых, надо как-то вот какой-то канал найти для предпринимателей, говорить, что вот тенденция такая должна быть, и вы лучше к ней приспосабливайтесь. — Нет, мне в это не верится, потому что он перестает быть конкурентноспособным. — Почему? — Ну, потому что он на эту социалку начинает тратить, тратить деньги и... — Там хватает. Ну, что? — Ну, не знаю. — Понимаете, если... — Его сошел в... — Ведь он становится... — Вы говорите... — Кого вы подразумеваете, кто предприниматель? — Да, торговые нельзя, я ничего не скажу. Там... Это криминальные. В общем-то. Там они под колпаком. — Сейчас вот, видимо, будут уже начинать и обещают, да? Но всегда позже, чем обещают. — Что надо создавать современные промышленные наукоемкие малые предприятия. — Ах, вау! — Они везде есть, потому что... — Вот сейчас даже электроника, все это... — И интел, все это... Сначала в гараже и тогда... — Вот, это нужно. — И это... — Стоимость рабочего места на таком малом предприятии в десять раз меньше, чем на большом заводе. — Ну... — Это надо довести, тогда вот это вот появится. — А они в ассоциациях. — Угу. — И они... — У них много связей, вот, понимаете? — Скажем, если вот пятьдесят человек там работают, да? — Угу. — Они легко увеличивают во время кризиса до... До... В десять раз. До пятисот. — Это где такое? — В Испании. — То есть увеличивают количество рабочих? — Рабочих мест, да. Рабочих мест там дешевые. — Угу. — И они... Ну, расширяют. Это, конечно, не для дохода их, да? Но... И... Государство... Эти самые... Эти субсидии по безработице отдают предпринимателям. — Это то... — Ну, опять государство. — И они... — Ну, у нас государство... — Ну, как же? Ну, оно же не знает. Вот, вот... — Нет, я просто... Тема другая. Тема другая. Как без государства можно... Ну, можно ли строить низовые и хозяйственные структуры в нынешних условиях? Вот какое у нас есть государство? Какое у нас... — Я считаю, что... — Нет. — Или надо идти в подполье самим. — Ну, тоже вариант. — Ну... — Тоже... — Начинать, по крайней мере, с каких-то подпольных структур. — Но... Ведь эту проблему возьмите как за пример, который... Вот такой... Модельный. Вот честное предприятие, скажем... Сельское хозяйство, да? Вот это... ОАО... И там хорошие... Это... Все... Сабкоммуны там, да? И... Он такой... Цветущий, да? Что его хотят захватить... Сайка... Рейнеров. И они говорят... Музыки, что же нам делать-то? Надо... Отбиться. Угу. И они... Создают свою... Оборону. Угу. Что получается? Вот рейдер... Вот рейдер... Вот рейдерский захват на этих самых... Эту операцию, да? По 12 уголовным статьям должны их посадить. Этим вот, чтобы отбиться, им приходится примерно тоже 12 уголовных статей. Другие... Я не уязвим. Я не уязвим. Да. И... И если... Не знаю... Там... Будда уже... Не о рейдерстве... Говорить о том, что вы там создали... Независимо от... Их морального... В основном... В основном... Ну, Сергей Георгиевич, есть... Вот это... Это факт социологический. Есть организационно-правовая форма «Потребительское общество», где... Ну, это двое. Где... 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 Где собственность размазанная на коллективе, там можно создать неделимый фонд, куда все основные активы перевести. На них даже... Даже судебный пристав не может наложить на поевой взнос взыскание. Просто это нужно... Вот делайте проекты, а потом можно его обсудить, где есть слабые места. Потому что я так вот умозрительный, я... Я вижу именно то, что я говорю. Как я вижу, что... Что это... Понятно. Вот как только они начинают подниматься, да? Появляются... Ну, нам дай Бог, чтобы хоть до какого-то уровня... Просто там, чтобы пять человек что-то сделать могли, кроме как колбасу порезать. Вот тут тоже... Все-таки... Внимание рейдеров привлекают, ну, серьезные какие-то предприятия. Нам бы хотя бы вот... Не знаю. Ну, Денис, тогда это так, это вот именно по... Такую вот коммуну. Ну, начать. Начать с чего-то. Но... С... 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 П... С... 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 Это надо поднять. Это... Мне... Как говорится, доступно очень. и прикинуть этот их опыт на нас, потому что там это есть. Но это именно люди, которые без особых им амбиций, они живут, они довольны, потому что свободный труд, хорошие отношения, кто-то уходит, кто-то приходит. Но опять же, там нету этой самой угрозы, что придут, но описание хорошее. То есть изучение, эти опыты изучены, давайте тогда кто-то, если заинтересован, вот почитали это, а потом мы подумаем, прикинем, смоделируем, как это здесь будет. Потому что все-таки я вот то читал, и как вот прикинул, прикидываю, что непросто. Конечно, если, я так думаю, что может быть, если обращаться к государству все-таки, ну на уровне, скажем, муниципалитетов, то что-то можно делать. Что давайте, во-первых, чтобы, как говорится, наши правоохранительные органы договорились с бандитами, что вы этого не трогаете. Потому что нам надо все-таки самые, мы посмотрим, как для опыта хотя бы. Ну, что это не барыги, а в том числе и социальные вопросы пришли. Да, вот, и договорились, договорились, а вы их не трогаете. Тогда это можно будет, то есть это защита не наганам, так сказать, а авторитетам, да, и тем, что все-таки надо всегда компромисс, и бандитам нужно всегда договариваться. Вот, тогда это можно, я считаю. Ну, вот, посмотрите, то есть у нас, Бога, такие цветущие совхозы, вот, у них тоже надо поговорить бы с ними. Но они, как правило, уже на какой-то базе. Я понимаю, но все равно, это люди, которые все это прошли. Да. И вот эту модель составят, они могут и объяснить. Нет, есть хозяйство. Они скажут, что вот это не пройдет, а вот это пройдет. Ну, тогда, тогда имеет смысл. Потому что мы, вот, просто умозрительно никак не, мы не, или перестрахуемся, или иллюзии. Ну, то есть, вот такую подготовительную работу. Вот, само, так сказать, производство и, как говорят, потребление, это понятно. И я, это точно, я вот это самое, с шампиньонами, или как он, с шампиньонами, да? Шампиньоны, да. Будут связаны уже, да, это неприятно. Даже не то, даже если это не так много денег надо давать, да? Сколько вот жизнь ухудшается. Ну, в том-то и дело, что вот в предпринимателей уже мало кто идет вот именно по этой причине. Я поэтому и говорю, речь веду о коллективных формах. То есть, поработать надо еще, как подготовительную работу. Ну, может быть, еще вот с этими, с татарами там, может, они как-то, у них это по-другому. Посоветуют чего? Посоветуют, да. Тут приедет парень, он мне позвонил, вот должен приехать, бахтияров такой. Вот я говорю, он и там, и в Москве, и в Казани. Вот, я думаю, что он там знает. Этот клуб, интеллектуальный клуб предпринимателей, вот если он остался еще, можно будет... Клуб в Казани или в Казани, да? Ну, там русские и татарские, в общем, это они из-за границы были, в общем, продвинутые. Спасибо большое, Сергей Юрьевич, очень было... Ну, ладно, пойдут, спросили ли мне, что-то сделать? Ну, ладно, пойдут. Продолжение следует...